МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Основным историческим датам обязательно, мне кажется, элементом является задача сохранения. Задача отреставрировать существующие памятники, которые являются лицом музея-заповедника, лицом Куликового поля. Это одна из таких важнейших задач. Задача сохранения тех коллекций, которые хранятся в фондах нашего музея. И уже эта работа, по сути дела, начата, поскольку по программе «Историческая память» у нас осуществляется реставрация тех зданий, которые являются памятниками, с дальнейшим их приспособлением под центр хранения коллекции. Опыт объединения перед лицом исторических вызовов, приобретенный нашей страной на Куликовом поле, по сей день лежит в основе многонациональной отечественной государственности. Открывая заседание, отметил Сергей Нарышкин. В своей знаменитой речи, посвященной преподобному Сергию Радонежскому, наш выдающийся соотечественник, историк Василий Ключевский, сказал, «Одним из отличительных признаков великого народа служит его способность подняться на ноги после падения». Битва на Куликовом поле служит именно таким примером – прорывом из тяжелого безвремени, периода раздробленности и распри между русскими княжествами. Сражение на Куликовом поле стало судьбоносным для страны. Именно тогда наши предки осознали необходимость объединения разрозненных земель в единое целое – Россию. Это положило начало российской государственности. Историк Лев Гумилев очень точно передал значение Куликовской битвы. На Куликовом поле пошли раки москвичей, владимирцев, суздальцев и так далее. А вернулась рать русских. По сути, Куликовская битва стала судьбоносным для нашей страны. Именно наши предки осознали необходимость объединения разрозненных земель в единое целое. Татьяна Голикова подчеркнула, что необходимо построить приоритеты таким образом, чтобы за оставшееся время ежегодно или через год проходило событие, которое отмечалось бы в Тульской области и ознаменовало приближение 650-летия Куликовской битвы. И очень важно, чтобы наши коллеги из федеральных органов исполнительной власти, из других организаций, которые участвуют и в организационном комитете, и в тех событиях, которые будут сопровождать празднования, также задумались над тем, какие знаковые события связаны с Куликовской битвой, и, как я уже сказала, с этим важным событием для истории Руси. Ядром кластера является, конечно, сам музей-заповедник Куликово поле, и разнообразные проекты, которые предложил музей, станут приоритетными. Один из них — новый музей «Русское поле». Проект не имеет аналогов, такого музея пока нигде нет. «Русское поле» — это образ, который будет раскрыт здесь в разных аспектах, как поле сражений, как поле трудовых будней, как природная экосистема, и, наконец, как источник вдохновения для творцов и мыслителей. Один из ключевых инфраструктурных проектов плана, который обсуждали в ходе заседания Оргкомитета, стал строительство регионального архивного центра с современными выставочными пространствами, библиотекой, а также безопасным хранением для 3,5 миллионов единиц архивных фондов. Считаю также просто абсолютную, как абсолютную необходимость строительства нового комплекса и просил бы включить этот пункт мероприятия в наш план, так сказать, и начать этот пункт реализовывать незамедлительно. После завершения заседания члены Оргкомитета осмотрели экспозицию музея Куликовской битвы. В этот же день в городе Узловая Тульской области торжественно открыли бюсты двум его легендарным уроженцам – Зое Воскресенской-Рыбкиной и Леониду Квасникову. В церемонии открытия приняли участие председатель Российского исторического общества, директор службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин, полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев и губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Тульская земля богата на талантливых, целеустремленных людей. Таких талантливых и целеустремленных очень много среди современной молодежи, жителей Тульской области. И я уверен в том, что героическая жизнь и судьба двух выдающихся советских разведчиков поможет молодежи проложить свой путь и поможет им найти себя в служении Отечества, а возможной в том числе в качестве офицеров службы внешней разведки России. Также в рамках визита в Тульскую область Сергей Нарышкин посетил музейный квартал. Председатель Российского исторического общества, губернатор Тульской области и министр культуры России осмотрели новую экспозицию филиала Государственного исторического музея и стали одними из первых посетителей филиала музея-заповедника Куликово поле. Служба информации Фонда истории Отечества